На улице Фронза работает аварийная бригада предприятия тепловых сетей. Жители заметили пар из-под земли и обратились в ресурсоснабжающую организацию. Приступить к ремонту оперативно мешала сторожка. Она появилась здесь незаконно, когда строилась многоэтажка. Чтобы начать ремонт сетей, сначала пришлось получить разрешение на снос. Эта проблема с нарушением границ охранной зоны очень часто встречается при нашей текущей деятельности. Это очень сильно влияет на наши возможности по срокам устранения повреждений. Мы не обладаем правами на какие-то действия с этими конструкциями, постройками. Мы вынуждены обращаться в инстанции, которые в этом случае могут нам оказать содействие. В первую очередь это орган местного самоуправления, это МЧС. Самарский филиал компании «Т-Плюс» сейчас продолжает проверку территорий охранных зон. Первичная информация должна поступать, я думаю, непосредственно от жильцов и от организаций, которые эксплуатируют тепловые сети. То есть они должны следить за тем, чтобы в охранных зонах не появлялись те же парковки, какие-то незаконные строения. Самое главное, эти нарушения должны устраняться как можно быстрее, пока это не привело к серьезным последствиям. Сообщить о фактах незаконного размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы по телефонам, которые вы видите на экране. Лариса Шалафас, Николай Епифанов, События.